МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простая математическая задача. 200 лет назад население Земли составляло всего лишь 1 миллиард. А средняя продолжительность жизни колебалась от 40 до 45 лет. Сейчас жителей нашей планеты уже более 7,5 миллиардов, а продолжительность жизни в развитых странах превышает 80-летний рубеж. Получается, человечество прирастало более чем на 3 миллиарда только за 100 лет. Да еще и продолжительность жизни увеличивалась лет на 20. Какое же открытие произвело настоящую революцию в медицине? Позволило снизить смертность настолько, что лишь за один 20-й век население Земли выросло в 4 раза. Здравствуйте. Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить об антибиотиках. Многие относятся к ним настороженно, опасаются их принимать даже при назначении их врачом. Другие же, наоборот, принимают их по любому чиху, при любой простуде, и даже тогда, когда это абсолютно незачем делать. Так пить или не пить? Давайте разбираться. Согласно наиболее распространенному в научном сообществе определению, антибиотиками называются вырабатываемые различными живыми организмами вещества, которые способны уничтожать бактерии, грибы, вирусы, обычные и опухолевые клетки или подавлять их рост. Но это не означает, что все существующие ныне антибиотики произведены живыми клетками. Химики давно научились улучшать и усиливать антибактериальные свойства природных веществ, модифицируя их с помощью химических методов. Полученные таким образом соединения относятся к полусинтетическим антибиотикам. Из огромного количества природных и полусинтетических антибиотиков сегодня в медицинских целях используют всего лишь около ста. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» специалист по респираторному здоровью, эксперт Всемирной организации здравоохранения, проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Юрьевич Рузанов. Здравствуйте. А помогать нам сегодня будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Дарья Кушнирова и Валерий Шнейдер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ребята, мы в начале программы всегда задаем для вас вопрос. Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Именно в нем и будет этот вопрос. Внимание. Антибиотики вошли в жизнь человека более полувека назад. И в рекордное время позволили человечеству избавиться от таких страшных заболеваний, как чума, сифилис и тиф. Благодаря их открытию пневмония, туберкулез, конгрена и другие инфекции перестали быть сегодня смертельно опасными. А с кого началась эта история и кто из ученых был удостоен Нобелевской премии за прорыв в этой области, это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас прозвучал. Готовьте на него ответы, немножечко покопайтесь в истории. Ну а мы пока начнем наш разговор. Дмитрий Юрьевич, почему все-таки вокруг антибиотиков столько много каких-то слухов, домыслов? Почему вокруг аналгина и ножпы такого нет? Все очень просто. Антибиотики – единственный класс лекарственных средств, которые со временем теряют свою эффективность. Теряют эффективность у конкретного человека или в популяции. То есть, другими словами, со временем развивается устойчивость к лекарственным средствам, если их использовать нерационально. И сегодня мы говорим о том, что правильное использование антибиотиков – это вопрос национальной безопасности, чтобы завтра можно было спасти пациента от пневмонии, медистенита, сепсиса или перитонита. А в чем же состоят эти самые споры, которые проходят между врачами в отношении антибиотиков? Эти споры очень простые. Нужно ли использовать антибиотики или нет? И существует достаточно большое количество исследований, которые говорят о том, что использование антибиотиков без показаний скорее причиняет вред и в целом вред популяции человечества, нежели пользу. Раз так много мифов и споров, давайте все-таки разберемся более детально. И я предлагаю начать с самого популярного. Внимание на экран. Первое чрезвычайно распространенное среди населения утверждение «алкоголь во время лечения антибиотиками» противопоказан. Правда это или нет, но миф о невозможности сочетать антибиотики с алкоголем укоренился в нашем сознании. Сотрудники одной из клиник Лондона опросили пациентов и выяснили. 81% из них считает, что алкоголь мешает антибиотикам оказывать свое действие, а 71% полагает, что такое сочетание дает побочные эффекты. Дмитрий Юрьевич, давайте мы оставим все-таки за кадром о том, что в принципе употреблять алкоголь и тем более злоупотреблять во время болезни, во время приема антибиотиков не стоит. Но давайте мы все-таки поясним, в чем опасность сочетания приема антибактериальных средств и приема алкоголя. В целом я, наверное, соглашусь с английскими респондентами. Действительно не стоит сочетать алкоголь ни с какими препаратами. Не существует прямого взаимодействия между антибиотиком или алкоголем. Но алкоголь уменьшает концентрацию антибиотиков в ткани. Алкоголь уменьшает концентрацию антибиотиков в слизи. Кроме того, алкоголь активно запускает ферменты печени, которые раньше времени инактивируют антибиотики. Таким образом, человек остается без антибиотиков. И, конечно же, побочные эффекты, которые дает и сам антибиотик, и непосредственно алкоголь. И такое сочетание может привести в том числе и к лекарственному гепатиту. Очень серьезные препараты, очень серьезное лекарственное средство, антибиотики. Но как же они попадают к пациенту? Почему такой вот серьезный препарат все-таки можно на сегодняшний день купить без рецепта в аптеке? Это больной вопрос. Вы наступили буквально на мозоль. Потому что когда 5 лет тому назад наша страна предприняла очень серьезный шаг и запретила отпуск антибиотиков в аптеке, в качестве компромисса оставался лишь один антибиотик. Это амоксицелин или его некоторые производные. Но вот уже прошло 5 лет, и пора бы, наверное, было бы изъять из безрецептурного отпуска, в том числе и амоксицелин. Ведь он совсем неплох и для лечения респираторных инфекций, и для лечения кишечных инфекций, и для лечения многих других инфекций. Ведь хороший антибиотик, зачем его оставлять без рецепта? Но вместе с тем речь шла о том, что, может быть, оставить какой-то антибиотик, который можно использовать как экстренную помощь. Но, с другой стороны, если у вас пневмония, то вы обязаны обратиться к врачу, и, возможно, вас госпитализируют и лечить самостоятельно. Тяжелая инфекция, тяжелую экстренную патологию, наверное, было бы неправильно. Поэтому я обращусь к телезрителям. Не покупайте антибиотики впрок. Не покупайте антибиотики на всякий случай. И не используйте их просто так, профилактически, без совета с вашим врачом. Дмитрий Юрьевич, я сейчас еще предлагаю вам одно распространенное мнение о том, что нужно лечить антибиотиками. Благодаря интернету сейчас все немножко медики. И, согласно данным статистики, более половины взрослого населения твердо убеждены, что грипп и ангину необходимо лечить антибиотиками. Какими и как долго не уточняют. Видимо, до полного выздоровления. А наступит ли оно? Этот вопрос был о природе того, что можно вылечить антибиотикам. Грипп, ангина, простуда. Можно ли их вылечить действительно антибиотикам? Ведь действительно, начинаешь принимать антибиотики, вроде бы температура спала. Да, но чаще всего это все-таки совпадение. Действительно, когда мы начинаем на третий день нашей простуды принимать антибиотики, то видим какой-то эффект на 4-5 сутки. Но это естественное течение остро-респираторной вирусной инфекции. Чаще всего они 7-дневные. Первые 4 дня температура, как правило, может нарастать. На 4-е сутки она стабилизируется. А вот на 5-е сутки в большинстве случаев мы видим положительную динамику. И к 7-му дню температура полностью нормализуется. Ну и представьте себе, пациент начинает принимать на третий день. И на четвертый день видит стабилизацию. На пятый день положительный эффект. И, конечно же, он считает, что это помог обязательно антибиотик. И вот такое совпадение иногда даже приводит к тому, что и врачи начинают верить о том, что действительно простуду и грипп нужно лечить антибиотиками. Ведь они все-таки помогают. Но на сегодняшний день мы говорим о том, что даже профилактическое использование антибиотиков при респираторных вирусных инфекциях наоборот повышает риски бактериальных инфекций. Здесь очень интересный механизм. Поскольку антибиотики убивают колонистов наших родных бактерий, которые живут у нас в верхних дыхательных путях, в нижних дыхательных путях. И на их место быстро приходит патогенная флора, пневмокок, гемофильная палочка, марокселла, катарарис. И мы начинаем действительно болеть респираторными бактериальными инфекциями. И причиной этому явился антибиотик. То есть получается так, что те микробы, которые были чувствительны к этому антибиотику, были убиты. А все остальные, может быть, которые были устойчивы, они наоборот начали размножаться. Да, и приобрели устойчивость. Еще больше. Дмитрий Юрьевич, можно ли в двух словах, в нескольких словах, скажем так, дать совет нашим телезрителям, когда же можно использовать антибиотики? Если совсем односложно и совсем в двух словах, то в той ситуации, когда вам антибиотик назначил врач. Если чуть-чуть поподробнее, то, наверное, это история, когда у вас к четвертому и пятому дню простуды, все-таки температура не пошла на убыль. Если температура сохраняется более семи дней, или получилась вторая волна лихорадки, или мокрота вдруг стала гнойной, стали выделяться гнойные деления из носа, или в мокроте появился гной. Ну и, конечно же, если и на лабораторных показателях есть характерные для бактериальных инфекций изменения, это ликоцитоз, палочка и одежный сдвиг, которые хорошо знает врач. Во всех остальных случаях необходимо строго соблюдать показания для антибиотикотерапии и, скорее, не использовать при так называемых простудах и гриппе. Я думаю, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы найти ответ на наш первый вопрос. И я вам напомню, что вопрос был о том, кто из великих ученых все-таки приложил свою руку к открытию антибиотика и даже получил за это Нобелевскую премию. Ребят, кто будет отвечать? Я буду. Пожалуйста, Валер. Свою первую Нобелевскую премию получили британские ученые Флеминг, Чейн и Флори сразу же после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Открытие антибиотика произошло совершенно случайно. Флеминг у себя в лаборатории обнаружил, что при попадании микроорганизмов на чашку Петри, засеянную плесневыми грибами, подавляется их рост и развитие. Позже со своими коллегами на протяжении 10 лет он выделил антибиотик пенициллин и проводили свои клинические испытания. В своих первых записках по проведению клинического испытания они установили, что лекарство помогло, но пациент умер в связи с малой дозой лекарства. Но самое первое понятие антибиотик ввел ученый Ваксман. Он ввел также разработку антибиотика параллельно с Флемингом. В итоге он открыл антибиотик стрептомицин и получил за эту Нобелевскую премию в 1952 году. Валер, спасибо за правильный, хороший такой исторический экскурс. Я предлагаю для вас уже второй вопрос. Внимание на экран. Бесконтрольное распространение антибиотиков в местах с очень плохой медициной или там, где людям попросту не по карману в квалифицированное лечение ведет к фатальным последствиям. И такие примеры в мировой практике уже есть. Приведите любой из них. Прозвучал для вас второй вопрос. Готовьте на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Дмитрий Юрьевич, существует такое мнение среди врачей, в том числе, что если в течение трех дней мы не видим эффект, а то на четвертый день антибиотик нужно менять. Да, если лечили антибиотиком. Действительно ли это так и с чем это связано? Безусловно, если антибиотик не помог на третий день, необходимо разбираться. Но, знаете, это достаточно часто в амбулаторной практике. Когда мы лечим простуду антибиотиками и не получаем эффекты на третий день, нужно задуматься, может быть, эта инфекция не бактериальная, а вирусная, и, соответственно, мы потерпели неудачу с антибиотиком. Но в других случаях, если мы все-таки уверены, что это действительно бактериальная инфекция, и здесь нужно подумать об устойчивости, об устойчивости к этому конкретному антибиотику, и его необходимо заменить. И вот здесь, конечно, этого не стоит делать самостоятельно точно, потому что здесь, скорее всего, придется использовать другие классы антибиотиков или использовать, так называемые, защищенные антибиотики. И здесь, конечно, должен быть профессионал, который грамотно заменит антибиотик, чтобы нам не пришлось перепробовать все 12 групп, пока какой-нибудь из них все-таки подойдет. Если антибиотик помогает, то его нет смысла использовать более чем 5-7 дней. Если необходим более длительный прием, предположим, 2 недели, то, опять же, не стоит менять. Ну, например, амоксицерин стоит поменять через 2 недели. А другие препараты, в том числе защищенные пенициллины, можно использовать до 4 недель без смены. Ну, и тут такой вопрос, если это не секрет, а как же все-таки врачи подбирают антибиотики? Есть ли такой метод, выбрать именно тот антибиотик, который нужен при данном заболевании данному пациенту? Это можно сделать эмпирически или, скажем так, присмотревшись к клинике и заподозрить о том, что вот такие симптомы скорее вызывают вот такой микроорганизм, и чаще всего для такого микроорганизма подойдет вот этот вот конкретный антибиотик. И важно, опять же, помнить, если антибиотик использовался недавно, менее чем 3 месяца, то, скорее всего, к этой группе уже развилась устойчивость, стоит использовать другие группы антибиотиков. Но в последнее время появились достаточно быстрые лабораторные исследования, которые позволяют нам сказать о том, что у этого микроба есть гены той или иной устойчивости. Как данном лабораторные исследования позволяют буквально за 2 часа сказать о том, что этот пневмокок или эта микобактерия туберкулеза, она устойчива к вот таким-то таким-то антибиотикам, и для этого совсем не обязательно ждать там от 2 дней до 2 месяцев. И это, конечно, большая помощь врачу. Но, опять же, самостоятельно все-таки выбирать антибиотик не стоит. Скорее всего, вы ошибетесь. Я предлагаю сейчас послушать еще одно установившееся мнение об антибиотиках. Внимание на экран. Между побочным действием антибиотиков и дисбактериозом многие ставят знак равенства, считая последствием приема лекарства изменения в худшую сторону состава кишечной микрофлоры. Логичным продолжением этой проблемы считается гастрит, язва и другие еще более серьезные заболевания. А насколько масштаб катастрофы соответствует слухам о ней? Дмитрий Юрьевич, всегда ли развивается диспепсия, дискомфорт в животе? Насколько это страшно и действительно ли, как часто развивается дисбактериоз? Поносы и какие-то другие физические явления, они развиваются все-таки не так часто. Если антибиотик использовать не больше 5-7 дней, использовать в адекватных дозировках. Кроме того, некоторые антибиотики способны усиливать перистальтику, и это не является как таковой формой дисбактериоза. Но здесь, может быть, стоит рассказать немножко о таком понятии, как дисбиоз. То есть у пациента, может быть, и не разовьется дисбактериоз. Но вот соотношение между плохими и хорошими бактериями в желудочно-кишечном тракте каждый раз после антибиотика меняется. Кроме того, мы уже говорили, такие изменения происходят и на коже, и на слизистых, и не только лишь верхних и нижних дыхательных путей. И в этой истории на первое место начинают выходить патогенные бактерии. Кроме того, соотношение между различными видами колонистов часто меняет иммунитет пациента. И мы видим аутоиммунные реакции, аллергические реакции после того, как мы антибиотиком поменяли микробную флору. А представляете, у нас в желудочно-кишечном тракте 3 килограмма микробов, и что с ними могут сделать те антибиотики, которые мы будем назначать без показаний, или неправильные антибиотики. Если говорить о дисбактериозе, для того, чтобы его не было, важно использовать адекватные дозы антибиотиков, не использовать их больше 5-7 дней и кормить свою хорошую микрофлору, кормить ее клетчаткой, овощами, фруктами, использовать кисломолочные продукты. А если все-таки развилась антибиотика, ассоциированная диарея, то тогда использовать специальные препараты пробиотики. Ребят, настало время узнать ответ ваш на второй вопрос, и он был о том, насколько, к чему приводит бесконтрольное употребление антибиотиков. Насколько это опасно? Даша, наверное, ваш ответ будет. Да. Как пример, можем рассмотреть полуторамиллиардную Индию. Именно в этой стране большинство населения не имеет возможности получить дорогостоящую медицинскую помощь. Зато у них есть возможность приобретать большое количество различных антибиотиков без рецепта, на их усмотрение. И как показывают исследования, в Индии при респираторных заболеваниях и диарее в 80% случаях назначаются антибиотики, хотя они абсолютно бесполезны и не работают при данных заболеваниях. Но у местного населения, к сожалению, просто нет денег, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь и получить точный диагноз. Поэтому в итоге мы имеем множество видов патогенов, которые вырабатывают впоследствии устойчивость к наиболее распространенным и известным на данный момент антибиотикам. И если в США вырабатывают устойчивость всего лишь 20% внутрибольничных инфекций к антибиотикам, то в Индии этот процент истекает уже больше половины. Также с 2006 года был выявлен ген НДМ1, который может в принципе взять любую бактерию устойчивой к наиболее известным на данный момент антибиотикам. Причем этот ген передается путем горизонтального переноса генов от одной бактерии к другой. То есть бактерии не обязательно размножаться, чтобы передать свой генетический материал потомству. Просто одна бактерия приближается к другой и передает свою ДНК, устойчивую к данным антибиотикам, горизонтальным переносом. Этот ген обеспечивает устойчивость к 14 классам антибиотиков, в том числе и сильнодействующим внутривенным, которые мы применяем в крайнюю очередь, когда остальное лечение уже не помогло. Пока данный ген зарегистрирован был только в безопасных для жизни человека бактериях, однако его способность к дезактивации большого количества антибиотиков и, кроме того, его большая распространенность благодаря медтуристам, которые ездят в Индию за дешевой медицинской помощью, делает его достаточно опасным для человечества. То есть он становится широко распространенным? Да, он распространяется очень активно. Спасибо большое, Даша. Дмитрий Юрьевич, давайте, наверное, немножечко пару слов, буквально очень интересные эти исследования. Насколько опасно распространение этого гена в нашей среде? Можно ли это определить, проверить? Да, это действительно очень опасное явление, которое озаботило ученых практически из всех стран мира. И мы на сегодня говорим о том, что кроме существования таких плазмид, когда бактерии способны обмениваться этим геном, есть еще бактериофаги. которые живут в обычной воде, в том числе водопроводной воде, которые живут в реках, иногда могут быть в продуктах питания. Так вот, бактериофаги могут переносить эти гены от одной бактерии, которые могут быть даже разделены многими сотнями или даже тысячами километров. И, увы, это история такого пророчества о том, что конец человечества, он как раз будет из такой тотальной резистентности к антибиотикам, бактерии, и мы их потеряем как таковой класс. Но здесь мне бы очень хотелось напомнить начало этого пророчества. А началось оно еще с родоначальника антибиотика самого Флеминга, который уже в своей Нобелевской лекции в 1945 году сказал, «Я должен сделать предупреждение. В лабораторных условиях у микробы легко вырабатывается устойчивость к пенициллину при воздействии слишком слабых, не уничтожающих его доз. То же самое может случиться и в организме. Наступят времена, когда пенициллин будет продаваться в каждой аптеке, и тогда человек, принимая его по невежеству в недостаточных дозах, не уничтожит микробы, а выработает их устойчивость». Действительно, это пророчество оказалось очень дальновидным. Каким антибиотикам на сегодняшний день наиболее выражена устойчивость? К так называемой группе бета-локтамных антибиотиков, к которым относятся в том числе и пенициллины, и относится амоксициллин, который, кстати, продается без рецепта. И как раз вот использование этого антибиотика без показаний – это такой первый шаг к развитию лекарственной устойчивости. То есть дальше будут цифлоспорины, потом будут карбопинемы, и в конечном итоге, к сожалению, пациента не удастся спасти от многих заболеваний, где ему антибиотик действительно нужен. Многие страны очень четко подсчитали расходы, которые они несут в связи с формированием лекарственной устойчивости. И в этом преуспели наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, которые говорят о том, что расходы связаны с оказанием медицинской помощи пациентам, у которых есть лекарственная устойчивость. Сверх того, они достигли порядка 2 миллиардов долларов. Представляете, какой гигантский бюджет. А вот количество смертей, связанных с лекарственной устойчивостью к основным группам антибиотиков, ежегодно порядка 200 тысяч пациентов. Поэтому во многих странах вопросы рационального использования антибиотиков, использования по показаниям антибиотиков, они стоят наравне с вопросами терроризма, торговли наркотиком. И, конечно же, это во многом вопросы все-таки национальной безопасности. И я обращаюсь ко всем телезрителям. Берегите антибиотики. Это те препараты, которые вам когда-то спасут жизнь. Не экспериментируйте с ними, не используйте их без показаний и без назначений врача. Еще одна очень крупная мировая проблема – это проблема устойчивости микобактерий туберкулеза, которые, соответственно, вызывают туберкулез к основным противотуберкулезным препаратам. Еще совсем недавно мы говорили о том, что туберкулез легко излечим, о том, что мы за 6 месяцев можем вылечить практически любой туберкулез. Но в 90-м году все стали бить тревогу, говоря о том, что развиваются микобактерии туберкулеза, которые на тот момент были устойчивы ко всем известным противотуберкулезным препаратам. И появились такие страшные названия, как экстремально резистентный туберкулез, туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью, смертельно опасный туберкулез. И на сегодняшний день, к счастью, появилось несколько препаратов, которые позволят лечить этот туберкулез. Но в целом, наверное, новые препараты появляются медленнее, чем бактерии успевают сформировать лекарственную устойчивость к ним, во многом из-за нашего такого неумелого обращения с антибиотиками. И если еще 20 лет тому назад каждый год появлялось по одному два новых антибиотика, то за последние три года не появилось ни одного принципиально нового класса антибиотиков. Поэтому на сегодняшний день бактерии являются более активными в плане формирования лекарственной устойчивости. А вот наша наука, увы, не предлагает в последнее время ничего нового с антибиотиками. И это тревожно. И еще одно мнение о том, что появляются так называемые суперинфекции, да? То есть когда инфекции вызываются бактерии, которые уже устойчивы ко всем известным на сегодняшний день антибиотикам. Последние конгрессы, в том числе и вот акушерско-гинекологические, об этом очень много говорят. Конечно, вот такой бич, скажем, во всем мире. И у нас в реанимациях сегодня мы уже сталкиваемся с такими бактериями, когда мы практически не в состоянии подобрать ни одного антибиотика. Здесь существует резистентность практически ко всем группам. Но пока это единичные случаи, да? Мы их активно обсуждаем, рассказываем о них на консиле. Их очень не хотелось бы, чтобы это стало рутинной ежедневной практикой в деятельности хирургических отделений, гинекологических отделений и отделений реанимации. Но надо сказать, что наша наука все-таки работает над этим вопросом, да? Активно идут проекты, в том числе и в нашем университете. И я думаю, что все-таки мы найдем выход из этого. Но самое главное, по назначению использовать антибиотик. Наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за эту встречу. Дарья, Валерия, я вас тоже. И до новых встреч в программе «Тело человека». Самое ценное, что есть у человека – это здоровье. Стоит ли проверять эту аксиому на себе, особенно без всяких на то показаний? Не болейте, а если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»